Всем привет! Сегодня на нашем канале по многочисленным просьбам будет вторая часть вызова «Повтори фото блогера». Мы уже снимали такой челлендж, тогда в главной роли был Валик, именно он повторял фотографии известной морской свинки. Если вы не видели этот выпуск, то обязательно посмотрите его после просмотра этого ролика. И тогда вы просили меня сделать еще один выпуск уже с Арнольдом, с Толиком. После этого у нас появился Кузя, и я решила, что стоит все-таки не забрасывать эту рубрику. Звездой сегодняшнего видео будет Толик, и вы часто пишите в комментариях, что он похож на Куки из канала Сливки Шоу. Да, у нас не только название чем-то похоже, как вы пишете, но еще и питомцы немножко похожи. Или мне одной так кажется? Пишите свое мнение в комментариях, похож ли Толик на Куки. И я выбрала с инстаграм аккаунта Куки интересное, на мой взгляд, фото. Мне нравятся они тем, что они просты в своем исполнении, не требуют какого-то сложного реквизита, но собирают очень много лайков. А мы ведь тоже хотим лайки в нашем инстаграм. И если уж повторять за Сливки Шоу, то в таком вот челлендже в этом случае у меня есть полное право повторить фото блогера, ведь это вызов. Для первого фото мне потребуется лишь вот такой вот дождик, мишура новогодняя. Я еще не успела спрятать все новогодние украшения в дальний ящик, поэтому было чем украсить моего Толянчика. Свинка не хочет сидеть на месте и с этим проблемка. Модель постоянно убегает из кадра, но у меня получилось сделать несколько снимков. Их вы можете наблюдать в нашем инстаграм аккаунте Свинки Шоу. Ставьте нам там лайки и пишите свои комментарии. Ну как вам, похоже на Куки? Небольшая передышка. Модель должна подкрепиться. Толик должен поднабрать калорий, потому что позировать не так уж просто. И мы продолжаем мучать животное. Я, конечно же, утрирую. Ни одна свинка во время съемок у меня никогда не страдает. И следующее фото я выбрала очень уютное. У нас очень много присланных лежанок. К нам приходили посылки на канал. Вы наверняка смотрели распаковки. И я решила, что смогу повторить это фото без лишних усилий. У нас имеются различные мягкие домики. Пусть только дожует. И в бой будем продолжать фотографировать мою морскую свинку. Толик сам с удовольствием запрыгнул в домик. Я цензурой закрыла то место, которое не следует видеть маленьким детям. И продолжаю фотографировать, делать такую вот фотосессию домашнюю, уютную, которая не требует каких-то особых затрат, усилий. На фото канала Сливки Шоу располагался Мишка. Я тоже нашла дома Мишку. Ее, кстати, мне подарил наш подписчик. Вот так совпадение. И Толик очень мило отреагировал на этого медведя. Он его нюхал и с удовольствием позировал вместе с этой игрушкой. Но стоит наблюдать за животным, чтобы свинка не съела лишнего, потому как Толик может увлечься и пробовать все кушать. А это будет опасно. Вот что у меня вышло. Опять-таки, пишите в комментариях, чье фото вам понравилось больше. И поставьте Толику лайк. И пока Толик снова отдыхает в перерывах между фотосессиями, хочу показать вам новый канал Свинка Тайм, где вы узнаете много интересных фактов про морскую свинку Пухлю. Веселый, добрый, познавательный контент будет радовать вас. Давайте поддержим свинку Пухлю лайком. Переходите на ее канал. Ссылка будет в описании под этим видео. Пишите, что вы от Свинки Шоу. Посмотрим, сколько активистов откликнется на мою просьбу подписаться на этот канал. А мы продолжаем. Известный факт, что котики очень любят коробочки. А как обстоит ситуация с нашими морскими свинками? Хм, давайте проверим. Толик уютно, расположился в коробке. Как вы думаете, почему я его туда посадила? Потому что я продолжаю исполнять все тот же вызов. Повторяю фото блогеров. И Куки с удовольствием сидел в картонной коробочке. Я решила повторить это фото, потому что мне показалось это очень милым проверить, заинтересуется ли Толик коробкой. Он никуда не убегал, и у меня получилось сделать фото. Толик такой милаш. Он вписался точно по габаритам этой коробки и не спешил выходить. Картоном увлекаться не следует, потому что свинки его могут есть, грызть. Это не очень хорошая тенденция. Но сделать несколько фото, несколько креативных фото для нашего инстаграма у меня получилось. Оцените наш результат и пишите в комментариях, какое фото из показанных сегодня вам понравилось больше всего. И хотите ли вы, чтобы Арнольд и Кузя выполнили этот вызов? Если хотите, то пишите своих кандидатов, чьи фото мои морские свинки могут повторять в следующих видео. Зачем джинсы в кадре, спросите вы? А дело в том, что это реквизит для следующего фото. Это фото, пожалуй, мое самое любимое из аккаунта Сливки Шоу, из аккаунта Куки. Почему-то именно оно запало мне в душу, и я, когда выбирала фотки для этого челленджа, обратила внимание сразу же на это фото. Мне понадобили джинсы, но возникла небольшая заминка. Дело в том, что Толик у меня крупный парень, а я не слишком крупная девушка, и у меня не нашли джинсы по размеру штанины, который Толик влез бы. Он не влазил в штанину, на фото была именно штанина, и мне пришлось немножко схитрить и Толика усадить не в штанины, а развернуть джинсы по-другому, для того, чтобы Толик своими габаритами вписался в вещь и вышло вот так вот. Мне нравится это фото. Толик сегодня был звездой выпуска, он молодец. Эти фото еще не появились в нашем инстаграм, но вы можете подписаться на наш аккаунт и ждать их, они скоро там будут публиковаться. Подписывайтесь на наши соцсети, на наш паблик ВКонтакте, отправляйте фотографии своих свинок, а здесь под видео в комментариях пишите, понравился ли вам этот видео вызов, жду ваши лайки. Спасибо вам за просмотр, подписывайтесь на наш канал, если вы до сих пор не подписаны, скоро 100 тысяч на канале, шикарные новости, и мы с вами увидимся в моих следующих роликах. Всем отличного настроения и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok